Как часто мы совершаем импульсивные поступки, отправив голос разума погулять? Многим доводилось покупать авто с пробегом без надлежащей проверки или перевозить деньги по сомнительным реквизитам. Человеческое нетерпение и доверчивость – основная причина процветания мошенников. О том, какие подводные камни могут ждать тех, кому захотелось срочно стать владельцем квартиры в Турции по заниженной цене – наш новый ролик. Покупка на стадии строительства. Да, турецкую недвижимость можно оформить в собственность, даже если дом еще не построен. И цена на стадии строительства намного ниже, чем на сданный в эксплуатацию объект. Но несмотря на контроль государства за строительством, мелкие застройщики периодически оказываются банкротами, так и не завершив проект. Выход – покупать недвижимость только у проверенных застройщиков, которые успешно сдали немало объектов. Оформление на турецких друзей, женихов и мужей. Так поступают, чтобы сэкономить время. Ведь получение документа о собственности иностранца может занимать несколько месяцев. Увы, есть случаи, когда друзья перестают быть друзьями, а женихи теряют интерес к избраннице. А уж квартира, оформленная на мужа, и вовсе может быть продана им без ведома жены. Выход – оформлять недвижимость только на себя. Покупка у лица, действующего по доверенности. Бывает, что свидетельство о праве собственности оформлено по доверенности. Так могут, к примеру, продавать заложенную недвижимость, закрывая долг перед банком. Хуже, если недвижимость так и остается под обременением. Выход – присутствие присяжного переводчика, который точно объяснит, что написано в доверенности. Но еще лучше просто не связываться с такими сделками. Недвижимость, на которую оформлены не все документы. Чаще всего отсутствует ИСКЯН – документ о государственной приемке. Подробнее мы рассказываем об этом в ролике «Что такое ИСКЯН». Его может не быть по многим причинам, а отсутствие чревато неприятностями – от повышенных коммунальных тарифов до сноса здания. Выход – ИСКЯН надо требовать в первую очередь. Как и полный кадастровый план дома. Содержание купленной недвижимости. Ежемесячная плата за обслуживание – Айдат. Одна из обязанностей каждого владельца. Иногда продавцы намеренно занижают стоимость Айдат, если эта плата слишком высокая. В итоге нового владельца может ждать неприятный сюрприз, а уклониться от оплаты не получится. Выход – заранее уточнять стоимость обслуживания в конкретном здании или комплексе. И в любом случае, когда встречается слишком уж заманчивое предложение, стоит вспомнить о бесплатном сыре и о том, где он обычно попадается. И проверять все максимально тщательно. Узнавай свежие новости о Турции в нашем телеграм-канале. Тюрк Эстейт – осуществи свою мечту. Живи у моря уже сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова